Почему мы решили сделать такое направление выставки? В первую очередь это дидактическая выставка для наших студентов и возможно студентов учащихся других учебных заведений города Флоренции. Я хотел сказать, что Академия мне дорога тем, что она, можно сказать, сфарагировала меня как художника. И более того, требования, которые в Академии я слышал от профессоров, которые до сих пор я их слышу, они руководствуются в моем творчестве, ну, всегда руководствуются в моем творчестве. И для меня огромной честью и огромной радостью является возможность устроить выставку во Флоренции в Италии. Родина, можно сказать, академического искусства. Родина вообще академий всех. Потому что Петербургская Академия, она изначально ориентировалась только на Италию, только на Италию, и выпускники Академии всегда мечтали приехать в Академию в Италию, пройти, как это называется, курс, ну, курс повышения мастерства. Пройти обучение у великих мастеров. Хочу сказать, что для нас это первая совместная выставка, и для нас большая действительно честь, что она проходит в Италии, во Флоренции, в этом замечательном городе. И я бы хотела обратить внимание, что представлены здесь работы мои, выполненные в годы обучения в Академии художеств Санкт-Петербурга. Но в заключение я бы хотела поблагодарить всех, кто пришел и нашел в среднее время, прийти на нашу выставку, и хочу показать небольшую презентацию про свой музей, в котором я работаю после окончания кафедры реставрации Академии художеств. Редактор субтитров Академии художеств И у нас есть значение из дизайна, в смысле, что мы надеемся, как учитывая, как учитывая, как учитывая милизandez, и как учитывая, как и для самого из-за конечного образования, где и учитывая, как учитывая, как учитывая, которая, по-прежнему, из-за пиктуры, в обеих, в обеих, в обеих, в обеих, в обеих, в реставле, поэтому не мог бы быть и претендовавшись. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!